Вот уже почти две недели место встречи юных жителей 10-го участка неизменно. После школы они все микрорайоны собираются на спортивной игровой площадке, что было открыто здесь в канун главного праздника Кузбасса – Дня Шахтера. Очень много народу, особенно вечером, сюда все собираются, все играют. Всегда здесь все. А есть чем-то? То есть в какие игры играете? Просто сами по себе или как-то организовываете? Тут, может, мальчишки футбола выводят на аттракционах качаетесь? Ну, чаще всего мальчишки играют в футбол там, в той половине площадки. Здесь дети играют в догоняшки просто сами по себе и вот так. Яркие цвета, легкие, понятные детям формы. В этом комплексе сочетаются игровые и спортивные элементы. Разноуровневые горки, качели, карусели, поле для игры в футбол и волейбол. Все это делает площадку универсальной. А главное, родителям стало спокойнее. Они теперь точно знают, где находятся их дети. Конечно, ждали. Во-первых, здесь такое место, где ДК-строитель. Мы здесь всегда собираемся. Здесь мероприятия различные проходят очень много. Поэтому мы, конечно, ждали этого открытия. И мы были очень рады и довольны, что нам построили такую замечательную площадку. Есть где время ребятам проводить домашний досуг, так скажем, коротать свое время. Поэтому они очень рады, очень довольны, с удовольствием всегда сюда приходят. Здесь постоянно очень много народа. Не только вечером, но и в течение дня тоже очень много. Маленьких ребятишек у нас, опять же, очень много. Они с родителями сюда приходят, отдыхают здесь. Очень нравятся ребятам. Благодарно за подарок родители высказывают в адрес компании «Сой Кузбасс» и городских властей. Ведь именно благодаря им появилось это место отдыха. Кроме того, на 10-м участке сделали ямочный ремонт дорог. Установили новые остановочные павильоны. Отгрейдировали порядка 30 улиц частного сектора. Установили новые контейнеры для мусора. Отремонтировали фасад дома культуры строитель. Еще один район, где городские власти планируют работы по благоустройству – это третий микрорайон. Строительство домов и объектов соцкультбыта здесь уже закончено. А потому самое время подумать и о пешеходных дорожках, проездах, автомобильных стоянках и зеленых зонах. Сейчас прошли, посмотрели, где нужно оставить подъезды, проезды, сделать, чтобы у нас, так скажем, машины, которые собирают мусор, могли заехать. И посмотрели, где нужно выполнить дороги, что нужно перекопать, где посадить дополнительные деревья. То есть, примерно определили, сейчас уже будет накидывать схематичную картинку, что мы и как здесь хотим видеть. Ну и надеемся, в этом году мы сейчас начнем отградируем, подровняем, в щебенке все это оставим. А на следующий год уже будем смотреть, где асфальтовые дорожки сделать, ну, то есть, закончить. Потому что, действительно, строительство закончилось в микрорайоне. Его надо довести до ума, чтобы мы уже, так скажем, забыли про него. И граждане, которые здесь живут, следили за порядком и в своих дворах, и на бульваре, который мы им сделали. Очень важно, чтобы реализация планов была совместной. Власти призывают жителей микрорайона активно принять участие в субботниках и посадке деревьев. Это будет общее дело для жителей третьего микрорайона.